Хорошо. Звук есть, видео есть, запрос тоже озвучивайте. Что есть, что хочется изменить? Запрос у меня был такой, что значит внутреннее отношение к деньгам, к финансам, научиться действовать при полевых ситуациях, не откладывая на потом. Еще у меня есть такой запрос, в принципе, ну он как бы идет параллельно ко всему, это коммуникабельность, то есть в принципе она как бы есть у меня, но вот если допустим, ну то есть хочется общаться с любым человеком, то есть любой ситуацией, с любой группой людей, вот, то есть без вот этой склонности, без зажатости. Вот, скорее всего, вот эту бы тему я хотела бы проработать, скажем так, можно ли так сделать? И еще у меня такой вопрос, у меня в предыдущей сессии с Дмитрием Ивановым затянулось на 3 часа, ну то есть я в отзыве это написал, конечно, вот, как бы так, это, вот, просьба, наверное, подрегулировать, но просто мне неудобно, чтобы другие люди как-то, то есть, так, что называется. Наша с вами задача в данной ситуации расслабиться максимально, насладиться в полной мере тем, как мы работаем, отдадимся потоку этому и самым наилучшим образом проведем коуч-сессию. Ага, настраивайтесь, не надо себя программировать и настраивать на то, что все это будет долго. Да нет. Все, тогда я себе разрешаю отпустить ситуацию и отработать ее. В прекрасных временных рамках, например, за 60 минут. Ага. Какую вы выбираете ситуацию, коммуникабельность? Давайте, да, коммуникабельность. Вот у меня как-то тема давнишняя, которая не беспокоит, скажем так. Хорошо. Вот коммуникабельность. То есть, сейчас вы чувствуете стеснение, скованность в общении с группой людей, да, или с кем-то одним. Что хочется? Как вы себе представляете? Каким образом общение ваше складывается в вашем понимании в желанном виде? В желанном виде. Если это, допустим, человек, то есть, любой незнакомый человек, то есть, либо даже знакомый человек, которого я знаю мало, да, то есть, если мы оказываемся, скажем так, в ситуации вот где-то один-один, чтобы я мог, то есть, легко поддерживать разговор, какие-то, то есть, открывать какие-то темы, то есть, не было, чтобы какого-то там, там, тяга, сна молчания, допустим, да, то есть, либо как-то, то есть, искать, знаете, было мучительно искать, чтобы такое, то есть, как бы так поддержать разговор, то есть, чтобы, ну, то есть, либо это один момент, да, а другой момент, это с группой людей, то есть, может быть, незнакомой ситуации, то есть, где-то, может быть, какая-то, не знаю, там, уметь какие-то презентации делать, что ли, вот. Вот, что-то такое. Вот. Может быть, то есть, некий, все равно это, как сказать, наверное, как-то связано со страхом публичных выступлений, может быть, я не знаю, вот, ну, и коммуникабельность, то есть, вот, то, что умение, умение как-то вот расслабленно общаться, да, расслабленно общаться в любой ситуации, то есть, как-то вести беседу, то есть, такой диалог, да, то есть, незнакомым или мало знакомым человеком, особенно с незнакомыми людьми, да, вот, вот этот вот затык мне хотелось бы проработать. Ясно. Устраиваемся удобно, уютно. Откиньтесь на спиночку, если есть возможность, пусть ваша спина почувствует расслабление, поясничка, ягодицы, бедра, все тело. Расположитесь уютно, сделайте, пожалуйста, глубокий вдох через нос, медленный, протяжный выдох через рот. И сейчас подышите ровно, спокойно, естественно, чуть-чуть, медленно, чем обычно. И почувствуйте, что каждый вдох приносит расслабляющую волну, и она прокатывает по телу от макушечки до кончиков пальчиков на ногах. Проникаю в каждую клеточку. А каждый выдох забирает из тела его носит все-все, что мешает расслаблению. И что бы то ни было, мы просто отдыхаем. И каждый следующий вдох накатывает очередной расслабляющей волной и усиливает состояние расслабленности во всем теле. Каждый следующий выдох помогает и уносит из каждой клеточки все, что мешает расслаблению. И вся усталость, напряжение, просто вытекает из тела. Какой запах! Вкусно. Выливается тяжесть. За выдохи, плечики уходят немножечко. Угу. Сейчас прикоснитесь бережно к своему телу. Угу. Сели внутренние волки, сели части тела уютненько устроились. То есть нет ли где-то зажимов, перекосов. Если хочется понять более комфортное состояние, то сделайте это прямо сейчас. Получительно. Давайте сейчас. Экспериментируем. Посмотрите, пожалуйста. Вот приходит, подходит к вам незнакомый человек, человек, которого вы никогда не видели в глазах. Вам необходимо с ним общаться, необходимо взаимодействовать. Наблюдайте, пожалуйста. Вот он к вам приближается, здоровается, и вам необходимо поддержать беседу, поддержать разговор. Что происходит в вашем теле? Что вам мешает, препятствует? Ну-ка, что проявляется? Первая эмоция – это некое сжатие. Сжатие в районе локтей. Ну, в смысле, не сами локти, а в уровне тела, то есть где-то вот в районе солнечного сплетения локтей, и как бы сжимается вовнутрь туда. То есть эффект сжатия по локтям. Некое сжатие, и как бы и грудь немножко так стесняется, то есть стесненно немножко получается. Первое впечатление, вот сейчас я представила. Отлично. А теперь давайте-ка скажем эту состоянию. А я тебя не буду сжимать, я не буду тебя стискивать, ограничивать. И что бы это ни было, выходи, размещайся передо мной. Я готов тебя увидеть. Кто это там сжимает локти? Что это там сжимает локти? Проявись. И теперь отнеситесь внимательно ко всему, что происходит. Если вы не видите четкого образа, то у нас есть еще много других каналов, восприятия. Ощущения. Если это не четкая картинка, размытая, чувствуйте, слушайте. Цвет, фактура, ощущения, мысль, которая пришла, все имеет значение. Озвучивайте все, что происходит, и мы с вами тихонечко вытянем за ниточку. Все, что нам необходимо. Ну, пока ничего такого не почувствовал. Какое-то, может быть, что-то темное, может быть, непухое. То есть сжатие ушло с области локтей, и вы сейчас видите темное что-то перед собой? Нет, не вижу. Именно там, где-то внутри. А где? Ну, вот, в районе солнечного сплетения, да, может быть. Ага, солнечное сплетение. Скажите этому состоянию, выходи. Здесь я главный, это мой мир образов. Я тут главнокомандующий. Выходим, размещаемся передо мной. Полным объемом, все без остатка. Чем бы ты ни был, кто бы ты ни был. Угу, что там происходит? К сожалению, ничего не вижу. А я себе разрешаю увидеть. Я себе разрешаю почувствовать, ощутить. Я с благодарностью принимаю от подсознания любые сигналы. Потому что я молодец. Вы знаете, ну, может быть, это мои фантазии. Хотя нет. Некий такой, знаете, как... Техотемный образ, как, знаете, похоже на... Маску... Не маску, вернее, а какая-то фигура такая темная. Похожая, знаете, как Бэтмен с такими... Угу, угу. Призом для глаза, знаете, и как ушки такие. Да, ну, что-то такое. Такая вот... Ну, это... Знаете, такое размытое было. А вот сначала... Ну, как-то все равно... Да, он немножечко так проявляется. Что такое. Вот, вот. Потому что я вместе с вами смотрю. Убираем это все. И я их вместе с вами вижу. Так что откладываем свои все переживания и беспокойства. Они есть, они здесь и они ваши. Это не выдумка. Это сигналы вашего подсознания. Давайте будем уважительно относиться к этому и с благодарностью принимать любой сигнал. Хорошо? Хорошо. Ну, я их вижу вместе с вами. Не переживайте. Я вам скажу. Он здесь этот образ. Ну-ка, что это за прелесть такая? Что он к вам проявляет? Что от него исходит? Какое состояние? Что он вам такое демонстрирует? Почему это было эффектом сжатия локтей, скованности? Что там? Ну, не знаю. Просто фигура. Как вам сказать? Очень похоже на ситуацию. Мне когда-то в детстве очень... То есть в раннем детстве, может быть, года три, не помню. Приснился, до сих пор помню этот сон. Когда мне приснился сон, что какие-то фигуры высокие, такие... То есть, знаете, если представить одетый человек, очень, ну, такой худой, высокий, стройный, полностью одетый в черное тряпло. И вот этот костюм Вэтмена, как бы, да, и такие, как ушки такие, да, кошачьи, вот, или пантеры. Три больших фигуры, и у них светились глаза, и они меня тащили куда-то. То есть, я помню этот, как бы, ужас такой. Я закричал, мама, папа, и они меня, как бы, ну, вот, во сне, да, и вытянули. Вот, что-то уже на ту фигуру. Она такая, знаете, как сказать, не стоячая, но вот такая немножечко расплывчатая. Почему-то эта фигура у меня гасплайна передо мной. Ага. Ну, вот тогда скажите этой фигуре. Я тебя вижу. И я выбираю проявлять к тебе исключительно добрые чувства. Я тебя не буду сдерживать, сковывать, контролировать. Я не буду тебя отгораживать от мира и затормаживать твои действия. Я выбираю проявлять к тебе исключительно добрые чувства. Ага. Что происходит? Пока ничего. Как меняется фигура? Внешний, размер, может поменяться ощущение от этого. Все, что угодно. Любой сигнал. Это важно. Странно, но почему-то какое-то, ну как, не очень хорошо видно, но почему-то как что-то девочка, что ли, с платьишки. Ну, какое-то такое. Так, девочка. Ага. Не явно, но что-то, знаешь, буквально полкода. Да-да-да-да. Где-то там. Вот. Вы молодец. Не всегда бывают прямо яркие, четкие образы и картинки 3D. Не всегда. Поэтому все хорошо, все хорошо, работаем, доверяем себе, что чувствуете, то и говорите. Какое-то даже ощущение возникает образа, пожалуйста, проявляйте, это важно. Хорошо? Хорошо. Давайте. Вы знаете, эта фигура мне все равно как бы присутствует, да, параллельно. Она такая, знаете, как вот дым идет из трубы, да, вот что-то такое, вот такая форма. Да. Такая вся колеблечная. Отлично. Тем не менее, да, какой-то образ девочки все равно есть. Вот, проявилась девочка. Ну, давайте-ка посмотрим. Вот сейчас вот это у нас есть такой дымчатый, да, бесформенный образ вот этой фигуры. Так, и девчонка в платьишке. А чьи они? Это вообще ваше или это чужое? Давайте-ка волшебничим немножко, ну-ка скажите этим образом. Если вы мои, то подвиньтесь ко мне поближе. А если чужие, отодвиньтесь дальше. Я тут хозяин. Это мои образы. Я тут главный. Если вы мои, подвигайтесь. Если вы принадлежите чужому миру, я выбираю вас вернуть. Отодвиньтесь. Дайте мне сигнал. Чьи вы? Откуда? Откуда? Ну, вот тёмная фигура, она как бы, она не приближается, скорее даже отдаляется. Образ девочки. Ага. Я не вижу, что она приближается. Но как-то он всё равно есть. Хорошо. То, что явно появлялись. Вот, вот. Хорошо. Давайте-ка вот сейчас займёмся той частью, которая явно чужая. Вот эта дымчатая фигура. Раз ты чужой образ, раз ты чужая энергия, то я отказываюсь от тебя. Я отказываюсь таскать тебя по жизни. Я выбираю вернуть тебя тому, кому ты принадлежишь. Тем. Тому. Кто бы ты ни был, проявись. Я выбираю тебя вернуть. Я отказываюсь от тебя. Что происходит? Что происходит? Начал тоже где-то так это полуясный образ. Как будто там мужчина, не мужчина такой. В возрасте. Угу. Отлично. Молодчина. Кто бы ты ни был, забирай своё. Я тебе возвращаю полным объёмом всё, что тебе принадлежит. Забирай. А мне верни мою силу. Я заявляю права на свою силу. Я готов вернуть своё. Что происходит? Дымчатая фигура уходит. Забирает её этот мужчина седой. Не седой, он такой, скажем, высокий худощавый. Чем-то похоже на одно из моих дедов. Так это ясно. Кто бы ты ни был, я выбираю вернуть тебе то, что тебе принадлежит. Мне это точно не надо. Я отказываюсь реализовывать твои программы. Я отказываюсь выполнять твои предписания. Забирай всё полным объёмом. Всё до последней капли. И последнюю каплю тоже. Да. Как процесс идёт? Идёт движение? Рассказывайте. Не стесняйтесь. Да, вроде как-то идёт. Даже на какое-то мгновение я просто увидел, что полная просто темнота была. То есть образа не увидел. Ну как-то он такой, как то проявляется, то нет. Я за тебя не буду цепляться. Я разрешаю себе перестать цепляться. Во, отлично, отлично. Вы разрешите этому процессу протекать. Я это возвращаю. И по законам высшего порядка я верну чужое. Значит, имею полное право забрать своё. Верни мне мою силу. И я готов её принять. Я дорос. Я вообще себе сейчас разрешаю здесь и сейчас. Сейчас же вырасти до того уровня, который позволит мне разрешить эту ситуацию раз и навсегда. Который позволит мне вернуть весь объём утраченной силы. И жить и действовать от меня, исходя из обретённой силы. Ну-ка, что там происходит? Сосала эту тень, как пылесос. Что возвращается? Как вы чувствуете? Ощущаете, видите? Что-то её вот так, это часть, часть видно. Но в какой-то момент, когда я его начал всасывать, я увидел то место, ну скажем, квартиру, в которой мы одно время жили. И почему-то тот образ. И какой-то, знаете, такой шар, не шар, типа похоже на заходящее солнце, такое, знаете, небольшого размера. Ага, ага. Чей шар? Когда говорили, что дай мне энергию, да. Ну, видимо, акции из того образа, ну, пожилого человека, да. Отлично. А теперь давайте-ка ещё наволшебничаем. Произносите за мной, потому что слова, которые мы произносим в трансе, они работают самым замечательным образом, даже если вы это не видите, даже если нет сопровождения образа. Я здесь и сейчас выбираю забрать всю силу, которую я оставил в той квартире. Из каждого уголочка я забираю каждую каплю своей энергии. Здесь и сейчас всё моё ко мне. Я возвращаю себе всю энергию. Она моя по праву рождения. Я заявляю на неё права. Так, что у нас там происходит? Какие ощущения в области солнечного сплетения наблюдаете вы, Виталий? На нём в области солнечного сплетения почему-то как будто правая рука немножко так потеплела. Потеплела. Из груди. А в области солнечного сплетения что наблюдаете? Ну-ка, послушайте себя внимательно. Я вижу ваши изменения. Мне важно, чтобы вы их почувствовали. Что там за процесс? Всё равно есть в области солнечного сплетения, всё равно есть какая-то тяжесть небольшая такая. Так. Тяжесть такая. Так, вот. Чтобы она... Да-да-да. Ага, молодчина. Давайте-ка сейчас скажем, вот энергии, которая влилась, которая пришла. Я тебе разрешаю проявляться и выполнять свои задачи в моём теле наилучшим образом. И я разрешаю тебе протекать свободно, легко и растворять на своём пути все блоки, преграды, препятствия, которые мешают тебе протекать свободно и проявляться в моей жизни самым наилучшим образом. И пусть этот процесс протекает столько по времени, сколько понадобится, до его полного завершения, даже без моего сознательного вмешательства, самым комфортным для меня способом. Пока я ем, сплю и занимаюсь другими делами, этот процесс протекает комфортно и естественно до полного завершения. И теперь слушайте состояние в области груди, состояние в области солнечного сплетения. Что там происходит? Какие у вас ощущения? Ну-ка рассказывайте, делитесь. Вы знаете, в области солнечного сплетения может быть не такого сжатия, а вот я представил ситуацию и есть в области груди и, скажем, в задней части груди, на уровне где-то ниже лопаток, вот тоже какое-то, знаете, сдавливание небольшое. Вот оно все-таки есть. Да, отлично. Отлично. Сейчас. У тебя энергия, то есть солнце, как бы, да, я что-то, ну такое, то есть представление, да, у меня было, что оно как бы входит, все. Отлично. И вот это давление в области, да, задней части груди и, да, ниже, да, где-то вот ниже лопаток, на уровне лопаток все осталось в ситуации. Хорошо. Мы сейчас вот к нему вернемся, чуть погодя, а у нас там еще была девчонка, у которой даже черты лица немножко проявлялись. Девчонка-то чья? Откуда взялась-то? Да. Чья часть личности? Знаете, у нее такое платьюшко, такое свето-зеленое с какими-то белыми цветочками, вроде как белые колготки. Ага. Это я вот... Немножко видел. А светлый волос такой, больше... Ага. Чья, чья прелесть? Ну-ка, ну-ка. Что за девчонка? Могу. Четырех-пяти вот так. Могу понять. Ага. Девчонки, четыре-пять лет. Ага. Это девочка. Она точно не может быть вашей. Ага. Давайте-ка мы скажем ей. Вот радость наша. Я тебе разрешаю вернуться к тому, кому ты действительно принадлежишь. Я тебя отпускаю и никогда больше не буду удерживать. Я даю тебе свободу. Ты можешь вернуться туда, где твое настоящее место. Какая реакция идёт? Какая не вижу. Вижу. Могу. Я молодец. Я себе это разрешаю. У неё какая реакция? У девчонки. Она может уйти? Сейчас получается как бы вот такого яркого очерченного, да, более-менее очерченного чертания не видно. Вот. Значит, она растворяется потихоньку, да, получается, чёткость уходит образа. А мы ей разрешили идти туда, где её место. А вот сейчас давайте-ка продолжим наше волшебство. Я разрешаю миру позаботиться об этой девочке. Я разрешаю ей уйти туда, где её место. Настоящее место. Раз это чужая энергия, я разрешаю себе отпустить, освободиться и перестать цепляться. Взамен я выбираю вернуть свою силу. Мне чужого не надо. И я прошу мир позаботиться об этом ребёнке. И привести её туда, где ей место. Знаете, почему-то образ мамы так немножко начал всплывать. Ай, замечательно. Ай, замечательно. Так вот, если это мамина часть или мамин ребёнок, разрешите маме забрать своё здесь и сейчас. Мама, если это твоё, забирай. Если это твоя часть, я разрешаю тебе принять своего ребёнка. Разрешаю тебе договориться с этой девочкой. А при общении с людьми у вас есть состояние, что вы стесняетесь, состояние стеснённости, неловкости? Да? А сейчас представить надо? Не, не надо вообще, когда вы общаетесь. Без представления, а в реальной жизни. Нет, но, допустим, если такие моменты бывают, даже вот в коллективе, да, когда хочется что-то сказать такое, да, или рассказать. Даже если это ты хорошо знаешь, там, или, ну, то есть, в принципе, рассказывать-то я умею. Но бывает некое, как сказать, если это особенно много... Заторможенность получается, да? Тяжело слова произносить. Да, тяжело слова произносить, какие-то мысли, которые возникают в уме, да, их тяжело как-то именно проявить. Ведь бывает, бывает тяжело. Иногда бывает в таком потоке, ты так говоришь, и получается смешно, там, или, наоборот, доходчиво, когда есть, может быть, настрой. Но так, если особенно спонтанно, то, как знаете, сразу начинает, как сказать, немножко зажатость, напряжение такое, и не всегда тот эффект, который ты хочешь проявить. Понятно. Да, то есть... Все, поняла. А сейчас... Это как-то с публично сцеплением. Ага, давайте-ка, наблюдение наше сейчас, да, что у нас мама забирает девчушку. А вроде как да. Ага, отлично. Мамочка, а теперь отдай мне мою силу. Я тебе вернула твое, а ты мне верни мое. Здесь и сейчас. Я себе это разрешаю. Угу. Так, что возвращается? Что за энергия приходит? Где бы ты ни была, как бы ты ни выглядела, я тебя отнимаю полным объемом. Отлично. Вот это что-то белое. Я никогда от тебя не откажусь больше. Я даю тебе место в моем теле. Вот то место, которое принадлежит тебе по природе вещей. И отныне разрешаю тебе проявляться во мне и в моей жизни открыто, свободно и естественно. Что за семушка вернулась? Что за энергия? Знаете, как... Знаете, почему? Как в районе груди. Может быть, как белые цветы такие, типа, знаете, как от яблони, что-то такое, как бы... Что за чувства? Я отныне разрешаю себе свободно, открыто проявлять свои чувства. Я разрешаю себе чувствовать и проявлять свои чувства. Ну-ка, что это за чувства такие? А вы знаете, сейчас я вот, что следующее почувствовал, я представил, да, там ситуацию, и у меня, как бы, немножко поднялось горло. И именно горло, знаете, такое немножко отыгрышалось. Ага, ну да, там проблемы с проявлением. Да, стало легче, в груди стало гораздо легче, то есть цветок, немножко даже такое, как бы, немножко сейчас радостное такое чувство, да, то есть какие-то даже немножко мурашечки. А вот именно в районе горла раз такой спазм, такой раз, хотя до этого нет. Ага, да, конечно, потому что проблема есть именно с тем, чтобы проявить. Я себе разрешаю проявлять свои чувства. Это мои чувства. И какими бы они ни были, они достойны проявления. Я хороший, независимо от того, что говорят, думают или делают окружающие люди. И я себе разрешаю проявляться от нула, открыто и свободно. И я не буду тебя больше сдерживать, подавлять, стискивать. Угу, что там в области горла? Был, знаете, такой, как, темный такой комок. И почему-то, когда, ну, вот говорили, что я разрешаю себя проявлять, такое немножко, что я такое радостное чувство было. И я, как бы, как представил спонтанно, что это все, знаете, как отхаркиваешь, что как бы плевое такое. Вот, почему-то, да, что-то такое. Но почему-то я его, как бы, все равно со стороны, как бы, вижу еще вроде в том, не знаю, почему-то показал, что он вроде еще все равно там. Но одновременно с тем я видел, что он, как бы, вылетает. И снаружи, да. И я отказываюсь за тебя цепляться. Я себе разрешаю свободно высказываться. Я себе разрешаю свободное проявление. Выходи. Размещайся передо мной. Все. Целиком, полностью. И я тут главный. Подирективнее, с капризными образами. Кто тут главный? Я главный. Это мой мир образов. О, да, темный шар такой. Супер. Чье же это? Ага. Это чей запрет на проявление? Все равно, вот, простите меня, либо это мой ум подсказывает, что надо бы, вот, чтобы мама там, ну не знаю, почему-то опять образ мамы, раз так, и как вспышка такая, раз. Спокойно, 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 это не мозг, это мама, это мамины запреты на проявления, которые были в детстве. Это нормально. Ага. Вот, мамочка и все взрослые, которые были, я вам возвращаю, что вам принадлежит. Я отказываюсь соответствовать вашим ожиданиям, я отказываюсь реализовывать ваши программы. Я выбираю быть собой. Я выбираю реализовывать свои задачи самым наилучшим образом. И вам я разрешаю перестать соответствовать требованиям окружающим. Уходит? Знаете, он еще раз. Конечно. Я выбираю, что мама, я забил, он прям раз, и, ну, именно темного такого нет. Ага, а теперь пусть вернется мне моя сила, и я готов, наконец-то, принять свою силу. Посмелее, посмелее. Отказываемся от чужого и берем свое. Что светлое такое. Да. Все мое ко мне. Все мое ко мне. Ага. Я даю тебе место в моем теле. Размещайся. Проявляйся естественно. Занимай свое место природное. Ага. Отныне я выбираю жить и действовать, исходя из своей обретенной силы. Я разрешаю себе отныне проявляться свободно. И энергиям, которые входят в меня, я даю свободу проявления. Самым наилучшим. Самым благостным образом для меня и для мира вокруг. Знаете, как будто бы, ну, не явно, но, как бы, знаете, как будто такой ручей изо рта такой, с такой прозрачной воды. Ай, молодец какой. Супер. А давайте пускай ваша речь отныне льется. Льется легко, свободно, как вода. И вот эта ваша сила, ваша энергия, она проникает в каждое слово. И вы произносите свою речь. Она течет, она журчит. И она течет и попадает туда, куда вы ее направляете. Она достигает своей цели, вас слышит. Знаете, параллельно к этому еще было, знаете, как будто, как, не то, чтобы голову дракона, и знаете, как будто бы, да, у меня, при этом вырывается еще пламя какое-то из рта. Угу. Вот сейчас это пламя. Скажите себе, я себе разрешаю проявляться открыто и свободно? Я разрешаю себе проявлять все свои чувства и эмоции. Любые мои чувства достойны проявления. И я разрешаю себе гниваться, когда этому место и время. Я разрешаю себе защищать открыто и свободно свои границы. И через слово в том числе, и в первую очередь через слово. Угу. Вот вообще. Когда надо. Моя речь звучит, льется, но когда нужно постоять за себя. Я себе это разрешаю. Это я тоже разрешаю себе проявлять. Слово нет, стоп, остановитесь. То есть любое проявление, которое для кого-то кажется негативным, я разрешаю себе все проявлять. Когда это уместно, я это делаю. Наслаждаюсь этим. То есть я разрешаю радоваться тому, как я прекрасно проявляю себя через речь. Я разрешаю пустить в свою жизнь разнообразие речи. Речь суровую, четкую. Речь гневную, если нужно. Защищающую. Речь мягкую. Когда слова проникают туда, куда нужно, льются, текут, я разрешаю себе проявлять мастерство. В речь. Как такое состояние? Нравится? Да, нравится. И прям, знаете, как бы из бренни, вот, солнечное сплетение, грудь такой, знаете, как светлый такой, не знаю, поток, не поток, знаете, как будто такая столб-не-столб такой светлый через рот. И когда вы говорили, то есть, ну, произносили, да, уже последние слова, как бы ноздри стали теплыми такие тоже. Я вот представил даже какие-то образы, которые, да, возникали, у меня прям, знаете, тоже какой-то огонь. Да. Вот. Что такое? Во, отлично, отлично. Молодчина. Все вы видите, все вы чувствуете, и все у вас получается. Работаем. Ну-ка, чего у нас там было за состояние какое-то там сдавливание сзади, у груди, в области лопаток? Осталось еще? Или растворилось? Не осталось. Конечно. Конечно. А теперь давайте-ка разрешим потокам энергии, которые влились, протекать свободно, легко и проявляться самым наилучшим образом. Давайте разрешим этим потокам гармонично взаимодействовать друг с другом и с другими энергиями внутри тела. Давайте разрешим этим потокам самым замечательным образом взаимодействовать с энергиями вокруг пространства. Я разрешаю себе это. Я разрешаю себе открыто взаимодействовать с миром. Я разрешаю себе проявляться. Так. А давайте-ка теперь представим, что к вам подходит неизвестный человек. завязывает с вами беседу. И как вы разговариваете с этим человеком? Что сейчас происходит? С интересом. С интересом, знаете, такая симпатия такая сразу. Отлично. Да, класс. А теперь ну-ка проявите-ка волшебство речи. Разрешите-ка этой водичке потечь. Представьте, как она вытекает и достигает слуха, проникает в уши собеседнику, и вы выстраиваете линию беседы, и вам приятно, и человеку приятно, и все у вас получается самое замечательное. Да, хорошо. Используем, используем это обязательно. Нравится такое состояние? Да, и прям, знаете, как будто теплый, такой теплый светлый поток такой именно вот через горло и в сторону отлично. Такое состояние достойно закрепления? Да, и радостное такое. Рассказывайте, рассказывайте, кто же вы у нас теперь в таком радостном состоянии? В чем-то в голове возникла мысль оратор. Оратор, супер, отлично, потому что с такими навыками, как у вас, с таким волшебством речи, вы оратор. Позвольте себе это. Молодчина. Оратор, радостное состояние, как вы живете, что вы умеете в этом состоянии делать, как проявляетесь, что при этом чувствуете? Рассказывайте. Легко веду беседы, то есть легко разговариваю, общаюсь, то есть именно легко, легко, без напряжения. Говорю, то есть связываю разговор, что-то общаюсь, что-то говорю. А что чувствую-то при этом, когда у меня так все здорово получается? чувствую при этом, знаете, какую-то внутреннюю стабильность, что-то такое, стабильность по посту. Отлично. Даже какое-то вдохновение, подъем энергии снизу вверх, что-то такое, которое именно выходит через здоровую чакру, через рот. вот так, вот так, вот так. Отлично. А как теперь относитесь к себе, к своему телу? Хорошо. А хорошо это как? Что значит хорошо отношусь к телу? Это как? хорошо с любовью, тело легкое, тело чистое, тело такое, не знаю, молодое, моложавое, такое ясное, что-то такое. вот. А теперь вот какое? Которое, как сказать, стабильное и как не защит, не которое защищенное, да, или защищенное, что-то такое, не могу немножко выразить, то есть да, знаете, как бы, как будто вокруг тебя какая-то защита еще такая вот небольшая такая. Супер. А вот это состояние, какой образ рождает, как он звучит в пространстве, какой аромат у него, какой это образ? Аромат? Не, аромат, я не знаю, я бы, знаете, что такое, как свежесть такая, некая свежесть такая, знаете, вот сказал про защиту, да, и такой, как бы, такой кокон представился, да, такой, как бы, полупрозрачный, такой, да, ну вот, но очень твердый такой, вот. Прочный. Да, прочный, да, совершенно верно. И, а именно состояние, то есть, я вот, представь, что говорил, да, то есть, я свободен, да, свобода, вот это, то есть, а запаха не могу сказать, какого, просто такое состояние свежести, что-то такое. Ну, да, состояние свежести, это тоже к ароматам относится, потому что мы же воспринимаем комплексно, да, отлично. А вот это сейчас, вот этот образ, где он относительно вас расположен? Снаружи, внутри, вместе с вами, где он? Образ чего? Вот этого состояния, состояние, я ораю. А, вы знаете, состояние, я понял, состояние, как-то, наверное, разбирения лица, ближе, вот, к верхней части. Ага. А вот сейчас, разрешите себе его принять, разрешите себе соединиться, скажите ему, отныне, мы вместе, я от тебя никогда не откажусь, проявляйся во всей красе, пускай, каждая клеточка напитается этим состоянием, проникнется им, я оратор. Ага. И вот сейчас, положите руку на грудь, и почувствуйте, всё ли тело согласно с этим состоянием, и если да, то насколько хочется его закрепить. Но всё опущение. тогда я здесь и сейчас, вот с этого дня, с этого момента, на всё моё воплощение, на всю мою жизнь в этом теле закрепляю своё состояние. Я оратор. Я оратор. Радостное состояние лёгкого общения. Я веду беседу, общаюсь, поддерживаю разговор без напряжения, легко. У меня связная речь, я её устраиваю, легко, свободно. При этом у меня возникает внутреннее состояние спокойствия, стабильности, энергия поднимается во мне и переливается в мою речь. Отношусь к себе и к своему телу с любовью. Моё тело молодое, чистое, ясно, стабильное, защищённое. И отныне я выбираю жить и действовать, исходя из этого состояния, потому что для меня это важно. Отныне я выбираю проявлять это состояние, навыки, умения с ним связаны, абсолютно свободно и легко. Я выбираю его совершенствовать, шлифовать, углублять, трансформировать на своё усмотрение так, как мне нравится, так, как хочется. И я разрешаю себе делать это легко, радостно, виртуозно, радоваться и процессу, и результату, который получаю. И через центр ладошечки благодарна себе потрясающему, любимому, замечательному, за чудесную проработку, за доверие к себе, подсознанию своему, за те образы, ощущения, за подсказки, которые он даёт. Разрешите себе принимать благодарность и всё, что даёт вам подсознание, все подсказки. Те подсказки, которые дарят тело в виде каких-то спазмов, заживо, приимите это с благодарностью, пустите сигналы, всегда вы слышите. Молодчина, всё у вас получается, отлично. Поблагодарите энергию, силу, которая вернулась, состояние, которое вы сегодня себе обрели. Роду своему благодарность, от перворождённых до ныне живущих за силу, энергию, мощь, даденную вам по праву рождения. Это ваш ресурс, ваша энергия. И вы её проводник, достойный проводник. Пользуйтесь этим ресурсом. Открывайтесь в мир. Благодарите тех, кого верите, если любите. То проявление высших сил, с которыми сейчас чувствуете наибольшую связь, кто бы это ни был, ангел, хранитель, Бог, Вселенная, Создатель, так, как звучит это в вашем сердце и только вашими искренними и тёплыми словами. И напитайтесь, наполнитесь этим состоянием. Пусть оно разольётся. И разрешите себе жить в состоянии благодарного человека и принимать от мира с благодарностью всё, что он приносит, всё, что он даёт. И пусть этот обмен протекает естественно, свободно и легко отныне каждое мгновение в вашей жизни. На радость вам и миру. На благо вам и миру. И когда напитаетесь, можно потихонечку открывать глаза, возвращаться здесь и сейчас непременно в замечательном настроении, своим потрясающим состоянием. И давайте, кого его, реализуете на всю катушку, соберёте все бонусы, все приятности, связанные с этим состоянием. Я могу вам только успеха пожелать. Пройдите, пожалуйста, все проверки, что бы ни случилось, руку на грудь. Я оратор, я это могу, я делаю это легко. Энергии из меня поднимаются и попадают в каждое слово. Меня слышат, я выстраиваю линии беседы, я молодец, у меня всё получается. Всё! И не дайте никому ни одного шанса скинуть вас с этого пьедестала. Это ваше поправо. Берём, внедряем, действуем и получаем радость от того, что делаем. Растём дальше из этого состояния. Договорились? Договорились. Отлично! И отставить все мысли по поводу того, что проработки долгие, что это всё мозг. Всё отлично! Принимаем сигналы и прорабатываем. Вперёд из песни! Успехов! Спасибо, Татьяна, вы просто талант, конечно. Да, во благо. В чате это тут, в чате просто тоже такие отклики по этому поводу. Успехов вам! Давайте. Спасибо всем, спасибо вам большое. До свидания, всего доброго. Транс срочно закреплять! До свидания! Продолжение следует... Продолжение следует...